Сегодня мне хочется озвучить информацию, которая очень актуальна. Потому как те процессы, которые происходят в душе на всех уровнях и в физическом теле на всех уровнях человека, связаны именно с четырьмя сущностями человека. Человек, как и другие информационные объекты материального мира, начиная от гигантских звезд и заканчивая мельчайшими частицами, имеет определенные проекции, свои как бы зеркальные отражения в энергетическом плане. Различные народы в разные эпохи обозначали их по-своему, описывая или помечая в летописях, тайнознания, священных текстах и рисунках невидимую структуру человека. Условно назовем эти живые проекции сущностями, поскольку они вполне разумные, причем даже более, чем человек себе это предполагает, имеют свои характеристики. По своей сути, эти сущности представляют собой энергоинформационные структуры, определенные локальные центры. В невидимой конструкции человека – это такие же его неотделимые части, как, например, в физическом теле – голова, руки, ноги и так далее. В центре конструкции посреди всех проекций человека находится душа. Сущности являются энергоинформационными структурами и играют важную роль как в жизни человека, так и в его послесмертной судьбе. Они обладают огромными возможностями, связаны с иными измерениями, где взаимодействие происходит на тонком энергетическом уровне. Благодаря им человек может осуществлять влияние на мир с позиции высших измерений материального мира вплоть до шестого. Сущности человека обозначают по месту их расположения вокруг конструкции, а также условная ориентация относительно его физического тела – переднее, заднее, правое и левое. Они представляют основные поля, скажем так, живые стороны, четырехгранные, усеченные пирамиды в общей конструкции человека. Ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека, соответствующих своим наименованиям на оправлениях впереди, сзади, по бокам, по правую и по левую сторону. Знания о них и издревле считались сакральными. В мифологии народов мира есть много различных упоминаний об этом, начиная с древности и до наших дней. Например, эти сведения можно найти в космологических мифах, исказаниях народов мира, ритуальных обрядов магов, шаманов, жрецов, заклинателей. В частности, в описаниях последнего часто говорится о том, что человек, выполняющий определенный традиционный ритуал, общается к четырем стихиям или сторонам света, четырем помощникам духом человека, к ангелам. При этом во многих случаях связывающим звеном является середина, то есть душа, находящаяся в форме человека, имеющего свободу выбора. В священных преданиях так называют. Это середина энергетической конструкции человека, еще называют пятый центр. В других случаях упоминается как первый центр. В практических ритуалах это сознание личности. Так вот, во внешней действии такого человека, это заклинатель, это, как правило, либо театральная игра, рассчитанная на публику, либо подражение утраченным знаниям без понимания сути, либо простое и сокрытое. На самом же деле основное действие происходит в человеке, в его внутреннем макрокосмосе. При помощи определенных знаний и практик он просто собирает себя в единое целое и управляет этими сущностями. С другими же сотрудничает. Сама же личность является центром управления. Благодаря такому соединению, возможности человека в невидимом мире значительно расширяются. Эти сущности не являются астральными двойниками человека. Каждая из четырех сущностей представляет собой, скажем так, определенное энергетическое поле. Образно говоря, это прозрачный энергетический сгусток, который может превратиться в любую мыслеформу, которую задаст человек. Зеркальное отражение самого человека или какой-то образ животного, или духа и так далее. Можно сказать, что человек при выполнении определенных медитационных техник, находясь в измененном состоянии сознания, задавая какой-то из сущностей определенный мыслеобраз и концентрируя на нем свое внимание, материализует ее. По сути, это переход из состояния энергетической волны в материальную частицу. Как только наблюдатель концентрируется на сущности, то происходит процесс превращения энергии в тонкую материю. Соответственно, она приобретает мыслеформу, вложенный в нее человеческий человеком образ.